Мы здесь все взрослые и можем называть вещи своими именами. 14 февраля день влюбленных и я хочу вас спросить, с чем у вас ассоциируется слово куни? Вы можете написать свое мнение в комментариях, я же вам скажу прямо, мне стесняться нечего. Куни у меня ассоциируется с большим десантным катером, или точнее кораблем Цезарь Куников, который сегодня был эпично уничтожен возле оккупированного Крыма. Что получается? Значит, выглядело это примерно так. Команда, экипаж БДК Куников ночью расслабилась. Некоторые офицеры зашкерились, вы знаете, что такое зашкериться? Спрятались, затаились в районе Камбуза. Они думали о Путине, они думали о Медведеве, они думали о скорой победе. Но этого не произошло. Пришли украинские безэкипажные дроны и уничтожили весь корабль вместе с командой. Там по тактико-техническим характеристикам находилось 87 морячков. Мальчиков в трусиках. И с большой вероятностью никто не выжил. Операция произошла мгновенно. Мы видим это недоразумение на Баку. Очевидно, все эвакуировались. Да, так пишут российские телеграм-каналы. Но почему-то нет фразы нашей любимой. Потерь нет. Поздравляю всех с Днем Влюбленных. Кохайте. Одинодно. И смерт российским загарбникам. Мне кажется, классно. Нужно отдать должное, что в Главном управлении разведки, именно эта спецслужба провела эту зухвалу, классную операцию, обладают прекрасным чувством юмора. Они потопили Куникова в день всех влюбленных. Это знак. Это рок. Это предзнаменование. Дело в том, что Цезарь Куников погиб 14 февраля 1943 года. И вот спустя много лет, в этот же день, 14 февраля, погиб корабль вместе с экипажем, названный в его честь. Все будет Украина. А теперь, друзья мои, внимание. Самое-самое важное. Мы проводим не только морскую кампанию. Все события развиваются на земле. И, соответственно, мы должны поддерживать все силы обороны и, в первую очередь, наши сухопутные войска. Те, кто, рискуя своей жизнью, защищают нашу батькивщину. А враг будет повержен именно на земле. Сегодня день влюбленных. День Святого Валентина. Я люблю сбройные силы Украины. И давайте вместе сделаем небольшой подарок для 104-й бригады ТРО. Ребята в ближайшее время выдвигаются выполнять боевые задачи. И там служат классные воины. И одного из них вы знаете лично. Всем привет. Меня зовут Павло Казарин. Я служу в Росе Ударных БПЛА. Рома Цимбалюн сбираем для нас на ФПВ-дроны. Скажу, Эдвардо, если сбираем, мы будем уродить их дети. А руснем будем уполитые, как взрослые. Тоже, получайтесь. Шефство над подразделением Павла Казарина, Серафимы, взял фонд племена Трезуба. Для полного счастья не хватает 20 ФПВ-дронов. Цель 580 тысяч гривен. Банка будет в описании. И я тоже присоединяюсь лично к этому сбору. Что такое любовь? Любовь. Love is 20 ФПВ-дронов для Рубак Серафимы. 104-я бригада ТРО. Задонатить можно тут. Задонатить. Что тут у нас? 2500 гривен. Оплатить через Apple Pay. Так. Получилось? Получилось. Приеднуйтесь. Слава Збройным Силам. И дякую кожному захистнику Украины. Любовь – это помощь нашей армии. А пока я хочу вам поделиться своим предположением. Что же это было на Черном море? У нас было очень много. Никого бы не было. Конечно, не было вообще ничего. Там и Черное море было бы по-другому сразу. Ох, у них были бы взгляды на нас. Они нас и так ненавидели. Зато у нас была бы прямая дорога к Армении-Тамбазе. Не надо стесняться своего империализма. Надо стесняться его отсутствия. Мудозвон размышляет на тему, как здорово было бы оккупировать Грузию, чтобы на поезде ездить в Армению. Для чего? Чтобы оккупировать Армению. Но мне вот эта вот фраза «Была бы другая ситуация на Черном море» очень понравилась. И я вам сейчас объясню, как мне кажется, главный замысел сил обороны Украины. Значит, во-первых, мы начали как-то регулярненько топить российские боевые корабли. Давайте-ка вспомним. Совсем недавно мы похоронили, простите, утопили. Это было 1 февраля. Десантный, нет, не десантный. Это был ракетный катер длиной 60 метров «Ивановец». Было эпично. Померли они очень и очень быстро. Вы помните, торчал нос из воды. И вот через 2-3 недели, а точнее через 2 недели, на дно был отправлен большой десантный корабль «Цезарь Куников». По традиции, вместе с командой. В чем замысел? Насколько я понимаю, задача номер один. Выбить все десантные корабли Черноморского флота Российской Федерации. Эти все корабли построены в поздний советский период, в основном на польских верфях. И соответствующие аналоги Раша сейчас не производит. Уничтожение десантных кораблей, а мы практически завершаем эту эпопею, значит два важных, колоссально важных аспекта. Во-первых, никакого десанта на Черноморское побережье Украины высажено не будет. Никогда. Они могут попробовать это сделать на плотах, кругах, я не знаю, там покрышках от КамАЗов, но не на больших десантных кораблях. Потому что их нет. Кто-то скажет, что Одессе и так ничего не угрожает в части высадки десанта. И, наверное, будет прав. Но отсутствие средств доставки десанта, эту ситуацию фиксируют еще ярче и четче. Но есть и вторая задача. Давайте-ка вспомним. А как снабжался оккупированный Крым до того момента, пока не построили Крымский мост? Да, паромы и десантные корабли. И теперь внимание. А что произойдет после того, когда Крымский мост, по примеру, Куникова отправится на дно? Мы, кажется, планы кота Гюнтера начинаем понимать. Так держать, ребята. А Черноморский флот или уйдет, или умрет, утонет, нырнет. Мы никогда не забываем, с кем мы воюем. Первое представление на героя. Ну да, не первое. Первое было за Изюм. Мы вот с 20-й армии заходили. К Курканску подошли. Я хочу публично обратиться к Святому Валентину. Я хочу, чтобы один из купленных дронов, который обеспечит благотворительный фонд племена Трезуба, прилетел в автомобиль вот этого человека. Это герой России. Так называемый полковник. Так называемый командир 21-й бригады Росгвардии. Сергей Хайрудинов. У меня такое впечатление, что я его видел. Мы с ним встречались в Москве. Его подразделение избивало жителей российской столицы. Там они завершали эту демократическую активность. Избивали Навальнят, ну и других несогласных. И справедливости ради, нет, мы его должны ликвидировать не ради Навальнят, а из-за того, что эти люди пересекли границу Украины с оружием в руках. Деятель интересный. А ну-ка, давайте-ка послушаем, как они освобождают Украину. Начальник говорит, надо, короче, заходить, чистить, брать. А как раз еще связь тогда была, Киевстар этот работал. В интернете нашли номер этого мэра города. Все, я ему звоню. Я говорю, полковник российской армии, у меня тут танки, пушки, там, самолеты. Говорю, сейчас мы подойдем, как дадим, и все, короче, города не будет. Давай, сдавайся. Все, тут приехал, привел с собой главу полиции, еще, ну и мы как бы в Купян заехали прям хорошо. Взяли там без боя, без ничего. Вот изюм, конечно, так не получилось взять. Позвонили, они там с нами разговаривать не стали, просто трубку кинули. Смерть российским оккупантам. Если люди приходят кого-то освобождать, они не угрожают уничтожить твой город. Что тут важно? С Купянском как получилось? Это же герой России. Так вот пора ему, пока он еще жив, отдать обратно свою звездочку. Отправить ее в Кремль, Путину. Потому что что? Потому что Купянск это Украина. Эта территория, этот город, они были отвоеваны и освобождены. Ну и мы слышим, что ждет украинские города, если один из дронов, FPV дронов, под руководством Павла Казарина или под руководством других украинских военнослужащих не уничтожит этих оккупантов. Интересная тенденция. Тут Владимир Мудозвон, а это его документальное кино, документальное, да, начал показывать героев России, которые получили свои побрякушки за захват украинских городов. Значит, Купинск, да, звезда была, а город освобожден от свинка-собачка-триколора. Но оказывается, это у них общая тенденция. Тут есть еще одно тело, которое обязано вернуть эту побрякушку. Да, адрес простой. Москва, Кремль, Путину. Чем родина наградила? Ну, родина, я на Герой России. На Герой России, с какого года? Ну, 20, на СУ. За взятие Чернобыль-Искательной электростанции. Ну, вот кто ее забрал! У нас была развита информация, что на станции находится человек 50 в Охруцев, стариковых. У него было всего 2 БТРа, 100 человек личного состава. Там на ходу порешали станкисты, когда поняли, что здесь никакое не заброшенное место. Тут мы вспоминаем хронологию событий. С территории так называемой Республики Беларусь зашла российская армия. И они действительно захватили Чернобыльскую атомную станцию. Мы помним гениальность вот этих вот командиров, которые заставили российских солдат рыть окопы в рыжем лесу. После этого они уже не будут праздновать День Святого Валентина никогда, потому что они стали импотентами. Извините, радиация, она тупость российских военнослужащих не прощает. Но, тем не менее, да, герой России за захват Чернобыльской атомной станции. А что сейчас на ЧАЭС? Все как должно быть. Это Украина. И так будет с каждым захваченным украинским городом. Или каким-то стратегическим объектом. Их много пока в оккупации. И в подтверждение моих слов, это история про Цезаря Куникова, который был и утонул. Говорят, что говно не тонет. Тонет. Значит, что происходило на Чернобыльской атомной станции? Я хотел именно в первый день взять электростанцию, да, потому что там, как было по информации, два склада химикатов, чтобы не взорвали их сразу. Именно в первый день нам было взять. То есть осады, штурма, времени не было. И мы когда выскочили, одна штурмовая группа, кстати, у Джени, он возглавлял ее, взошла с вторых ворот. Жень! Да. Иди сюда. Логика временно живого оккупанта. Значит, нужно было захватить склады с химикатами, чтобы они не взорвались. Эй, свинка, собачка, триколор, пока вас там не было, не было угрозы взрыва. И, кстати, после того, как российских захватчиков не стало на ЧАЭС, тоже угроз там никаких нет. Внимание, вопрос. Кто несет смерть и угрозы? Российские захватчики. Вот он зашел первой штурмовой группой через автомобильное КПП, так называемое. А я вот на трех машинах поехал сразу в обход к главному входу, где зал управления реакторами. И там сразу вижу в этих окнах, практически в каждом окне, на нас там, то есть ловушка. Я спрыгиваю с брони, с БМП сверху, шлем, автоматом, броню, руки вверх, радиостанция и на них. Они меня подпустили, дверь, и все на электронике, то есть то, что должно было быть заброшено. Там, оказалось, потом батальон нацгвардии зашел. То есть сейчас без звезд, а так был в погонах. Полковник российской армии, вы окружены войсками, а войск нету никаких. Вообще поблизости нету ничего. Предлагаю вам сдать оружие в обмен на жизнь. Далее этот негодяй рассказывает о том, что украинские защитники, в частности этот батальон нацгвардии, испугался и сдал оружие. Я не знаю, как там было на самом-то деле, но я точно знаю, что те, кто сдался в плен, многие из них продолжают находиться в российских тюрьмах. Их не смогли всех обменять. Это просто информация к размышлению. Я все понимаю, что в первый день войны многие могли испугаться. И вообще у нас там бардака было своего достаточно. Но факт остается фактом. Они их держат в российском концлагере. Ну а вот эти вот темы из области. Войск не было, мы вдвоем захватили ЧАЭС. Мы одним маленьким подразделением захватили Купинск. Это все в пользу бедных, потому что мы прекрасно знаем длину колонн, которые заходили и с территории Белоруссии, и, соответственно, с территории оккупированного Крыма, и именно из российских регионов. Это были тысячи российских солдат, тысячи российских танков. Это было страшно. И эти чувства мы не забудем никогда. Но есть и хорошая новость в этом. Большинство из тех, кто заходил тогда на территорию Украины, они уничтожены, как бешеные собаки. Простите, не хочу обидеть собак. Они классные, в отличие от российских оккупантов. Какие у них остались впечатления от пребывания на ЧАЭС? Ну, кроме того, что у них теперь навсегда на полшестого. Просто их перехитрил. На уверенности взять. Однозначно. Потом мы там обследовали территорию, нашли объединение «Вектор», новейшая лаборатория, вот эти же наши физики. Посмотрели, это производство грязной бомбы. Новые казармы под охрану сделаны, бомбоубежище, склады, все в колючей проволоке. Каждая дверь была там, даже в лабораториях, так смотришь в фильмах, такого не бывает. Каждая дверь была по сетчатке глаз, запечатку пальцев ухождения была. И как зашел? Против лома нет приема. Мы тренируемся каждый день, чтобы заходить на такие объекты. У меня сотрудник даже сегодня сейчас рассказывал, когда идем в штурм, ползем, перебежками, где передвигаемся, где стоит саркофаг, реактор, там лесенка. Он идет такой, ползет рядом со мной, говорит, а на этой лесенке меня все время, говорит, кровосос убивал. Я не понимаю, о чем он говорит. А потом до меня доходит. Он да в сталкере, в игре. Американцы? То есть вот такое выстроили? Да, это видно, я служил в Косово, когда в 99-2000 год. И базы их, как они строят, Бонстилл, тоже самое в Косово, очень похоже по образцу, построено именно натовскому образцу. Там все надписи на английском. Да, все надписи, Danger, везде на контейнерах, Danger, 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 все надписи на английском языке. А ведь мы их заранее предупреждали, что российским оккупантам опасно находиться на территории Украины. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и буда. С днем святого Валентина. Кухайтеся. Бумать его в арте. Пока. С днем святого Валентина.